Расширить военную операцию по наращиванию группировки у российских границ. Теперь это будет не только Прибалтика и Польша, но и Румыния и Болгария. Об этом сегодня объявил американский генерал О'Коннор, который прибыл в Латвию курировать операцию по переброске в страну более сотни единиц американской техники, вот в том числе танки Абрамс и бронемашины Брэдли. По официальной версии, в Латвии просто проходит ротация частей НАТО. Однако те же танки Абрамс впервые появились у российских границ только в конце прошлого года. Есть информация о переброшенных в Прибалтику и особых диверсионных подразделений спецслужб США. Из Риги репортаж Екатерины Зориной. Американского генерал-майора Джона О'Коннора в Рижском порту принимают как дома. Официальные лица, журналисты, он ведь прибыл к латвийцам с обещаниями свободы. Так громко называется судно, которое доставило в Ригу американскую военную технику. Шесть танков Абрамс, шесть БМП Брэдли и еще единиц сто вспомогательных машин. Все ради одной миссии, о которой генерал поведал тут же на берегу. Мы расширим операцию Atlantic Resolve, создав единый фронт против агрессии России. Это цитата. Мы способны доставить боевую технику нашим союзникам в любое время и в любое место. Мы обращаемся к гражданам Латвии, союзникам и партнерам США, с заверениями о том, что мы в оперативные сроки предоставим им всю необходимую помощь, будь это поддержка в воздухе, в море или на земле. Гость из США всячески подчеркивает, как НАТО спешит защитить союзников. У операции по переброске военных сил все-таки гордое название – «Атлантическая решимость». В это время мирным мартовским утром на фоне американского танка делает модное селфи рижский мэр Нил Ушаков. В социальной сети фото подписывает «нетрадиционное начало недели». Улыбается министр обороны Латвии Раймонд Свейнис. Это уникальная ситуация. У нас появляется возможность получить необходимый опыт по приему новой боевой техники и ее распределению по территории Латвии и государствам Прибалтики. Похоже на зорницу для взрослых, если бы не боевые машины и не настоящие военные. Пехотинцы 3-й стрелковой дивизии армии США сменяют на посту в Прибалтике 2-й кавалерийский полк. Как перемещается техника – непонятно. Она ведь в рамках учений тоже должна подвергаться ротации. Но точных данных о том, сколько танков уехали и уехали ли вообще нет. Первая бронетехника прибыла в Латвию еще в январе. Но до этого были еще масштабные сухопутные маневры в Польше вместе с украинскими военными. Очевидно, НАТО наращивает свое присутствие в Восточной Европе у границ с Раймондом.